По поводу обсуждения предыдущего доклада Евгения Берсентева, значит, что нам следует сказать? Давайте я напомню, о чем идет речь. Значит, как обычно говорят, что Россия это сырьевая держава. И на самом деле склонны люди часто объяснять рост российской экономики в последнее время, а самый главный рост уровня жизни россиян со временем первых двух сроков президентства Путина – это высокой сырьевой рентой. Наше внимание обращается на то, что это не совсем так. Точнее, сырьевая рента тоже, конечно, важна, но не является самой главной рентой, которая позволила добиться вот этой самой фантастики, когда с 1999 года по 2008 уровень доходов российского населения валюте вырос в 15 раз. Согласитесь, что это фантастический показатель. И вот, мы пытаемся это дело объяснить другими процессами, а именно пытаемся объяснить в том числе и так называемой амортизационной рентой. Что нам Евгений предлагает посмотреть? Ну, в самом деле, мы видим, что у нас есть большое количество отраслей, в которых срок оборота капитала очень велик. Это значит, что если мы построили, скажем, мартеновскую печь или домную, то она будет служить, скажем, 40-50 лет. За 40-50 лет мы должны накопить деньги и построить аналогичную новую печку. Или, например, оборудование алюминиевых заводов. Оно тоже служит десятилетиями. А некоторые его части, именно электроэнергия, добываемая на гидроэлектростанциях или на атомных электростанциях, там оборудование служит 50, а что касается, собственно, плотины, то она служит и 400 лет. Да, 400, 500 и что-либо еще. Поэтому, когда новая элита в России в начале 90-х пришла к власти, было две принципиально разных стратегии получения прибыли. Первая стратегия, это так, стратегия по Березовскому. Она состояла в следующем, что ты заходишь на завод, ты приватизируешь, то есть просто-напросто крадешь оборотные средства этого завода. У него есть оборотные средства на счету. Ты очень быстро сдаешь все станки, которые у него есть на заводе в металлолом, и получаешь опять за это деньги. Ты увольняешь рабочих, очищаешь помещения. Если получится в будущем, на них начинаешь строить жилые дома или в настоящий момент сдаешь под бизнес-центр. Вот такая была универсальная методика, я ее называю, метод извлечения ренты по Березовскому. Вторая более хитрая система, ее, наверное, надо связать с самым человеком, который больше всего в это дело бился, это по Деребаске. По Деребаске все как бы получается иначе. Ты приходишь, у тебя есть некий действующий бизнес. Например, ты производишь алюминиевые чушки и можешь продавать их на рынок. Если ты постоянно занимаешься амортизацией своего оборудования, то есть вкладываешь деньги в производство нового, развитие вот этих самых станков, закупки современных технологий, обновление оборудования на гидроэлектростанциях, оборудование на атомных станциях, на всех остальных, то ты имеешь бизнес либо с отрицательной рентабельностью, либо рентабельностью 1-2%. Как можно здесь поступить? А можно тем, что ты не занимаешься обновлением оборудования на своих заводах, не занимаешься развитием гидро- и атомной электроэнергетики, а алюминиевое производство, это в основном электроэнергия. Ты вот этим этим делом не занимаешься, и вместо этого ты записываешь вот это самое средство, которые должны были пойти на амортизацию, к себе в прибыль. Покупаешь на нее яхты, покупаешь землю или что-либо еще. Вот, таковы, значит, вот эти две различные схемы. Вторая, эта позиция, она совершенно, она другая, чем первая, но именно Евгений нам утверждает, что у нас в стране доминировали оба, доминировал вот этот последний подход. То есть это ни в коем случае не являлся стандартным капитализмом. Капиталист, который все время вкладывает деньги в обновление собственного капитала, который приносит ему прибыль. Здесь ничего подобного не происходит. Ты за бесплатно получил некий завод, и ты теперь занимаешься капитализацией и в амортизационной ренты. Твой бизнес вообще бы не состоялся бы никак, он вообще был бы невозможен, если бы ты занимался обновлением капитала. Этим вещам. Значит, и Женя нам показывает, что это происходило во всех отраслях. Например, в Ткацкой легкой промышленности. Там срок обновления основных фондов, он очень быстрый, 5-6 лет. Поэтому уже давно, в конце 90-х годов, наша легкая промышленность приказала себе долго жить. Там, где срок обновления основных фондов, например, металлургии, 20 лет. Вот сейчас, именно сейчас, наша металлургическая промышленность в России приказывает себе тоже долго жить. Мы понимаем, этот крах уменьшила капитализация 1 миллиард долларов при общем доходе в 10 миллиардов. Ну, в долгах, где 10 миллиардов. То есть, потихоньку происходит, что у нас есть много количества всевозможной инфраструктуры, которую надо амортизировать. Мы отказываемся от обновления, берем доходы от этого себе в карман, определенного рода капиталисты. Не капиталисты, а люди. И после этого они оказываются со своей прибылью, иногда выведены на запад, иногда выведены в какие-то более интересные проекты, что-либо еще. А страна оказывается с изношенной инфраструктурой. В качестве вишенки на торт состоит, что задача вот такого, так называемого бизнесмена, она состоит в том, чтобы остатки вот этой амортизированной собственности продать государству за какие-то разумные деньги. Ну, таким примером, например, является норильский никель. В чем норильский никель? Там большое количество запасов, расположенных на определенной глубине, вот на такой своеобразной линзе. С одного края в советские годы настроили большое количество шахт и туннелей. Туннелей, там несколько московских метрополитенов там накопано, по сути. Если мы хотим развивать добычу дальше, мы должны еще строить больше туннелей, вот этих шахт, что-либо еще. А они от этого отказались. То есть уже имеющуюся структуру, то есть разработанный участок, с нее как можно больше собирались собрать никеля, палладия, платины и всего прочего. От этого развития отказывались. И себе это записывали сверхприбыль. Теперь Батанин и Дерибаско пытаются остатки этого норильского никеля продать обратно государству. Для того, чтобы государство уже после того, как они сняли все сливки, после этого начинало с развитием вот этих капиталоемких, денежных емких, в различии от шахты, туннелей и в остальной части нашего рудного бассейна. Вот. Когда вы видите, вместо того, чтобы это рассказать, коротко. И согласитесь, что подобного рода подход, он очень напоминает на действительность. То есть в России реально не был построен никакой капитализм. Элиты и население занимаются мародерством. Почему занимается население мародерством? Население занимается мародерством, потому что у нас есть так называемые тепловые сети, сети в наших городах. Амортизации их по большому счету не проводят, с исключением Москвы, Петербурга и чуть-чуть. То есть вы пересказываете его идеи, да? Да, я пока пересказываю, да. Ну потому что она здесь... Евгения Версентьева. Ну, предыдущего здесь, не знаю. Предыдущего, да. Там порядка 3, наверное, часа. Я уже заканчивал пересказывать то, что ты дожду. Ну, он был, рассказал, будешь так. Да, я вот это, просто я ввожу как бы в курс. Такова ситуация. Население получало... И за счет этого, если бы это было обновление тепловых сетей, что это проводилось в рамках квартплаты, то стоимость платы за жилье у нас была бы гораздо выше, чем оно было на самом деле. И сейчас происходит странная ситуация. Если у нас было раньше десятикратное, скажем, резервирование сетей, магистральных сетей для снабжения каких-то населенных пунктов, то теперь уже это все полностью исчерпано. То есть осталось одна-два ветки. И настоящий момент страна оказывается перед тем же обстоятельством, перед которым оказалась наша металлургическая промышленность. А именно, тепловые сети изношены уже до полного нуля. А что значит, когда у нас изношены сети от полного нуля? Это значит, что через следующую зиму какой-нибудь из городов, 300 или полумиллионников, в нем окажется такая катастрофа, что замерзнет водопровод, замерзнет канализация, откажется, лопнут все трубы, что называется, и вряд ли он будет подлежать какому-то роду восстановлению. Если такой город будет один-два, то имеющимися финансовыми ресурсами ситуацию-то можно купировать. Но если таких гарантированных пунктов будет 10, то имеющимися ресурсами купировать эту ситуацию будет нельзя. И в результате страна, по мысли уважаемого Евгения, окажется в некой такой ситуации катастрофы. Оно связано с тем, что во время, за последние 20-25 лет, наш уровень жизни населения, в первую очередь, обеспечивался не какими-то доходами, не какой-то работой населения или кого-либо еще капиталиста, а тем, что мы вот эту амортизационную ренту переводили в монетарную форму и нас же соблюдили. Дерибаски, Потанина, всем остальным доставалось больше, всем нашему населению доставалось гораздо меньше. То есть все население вместе с эльгархатом было вовлечено в разграбление советского наследства. То есть паразитическое потребление. Да, паразитическое потребление. То есть в значительной части оно было обращено на некое разграбление советского наследства. Мое возражение состояло в том, что во время от времени, в разные этапы истории, такое случается не только в нашей стране, только и вообще иногда случается. Что возникает не развитие, а потребление накопленного богатства. В этом ничего необычного нет. Вопрос циклический, да? Да. У нас сейчас цикл, когда мы потребляем то, что накатили, а потом можем опять войти в цикл коронавируса. Но это возражение не по существу логической проблемы, а по оценке относительно русского народа. Нет, это просто общий взрослый. Нет, Влад возражал, что это специфически для русских такое. Он на это возражал. А сама структура, она что-то возражает, так и есть. Да, 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 я имею в виду, что это не какая-то особенность русских, это вообще особенность... Да, я хочу обратить внимание, что и так называемая сырьевая рента у нас тоже носила характер подобного рода мародерства. То есть на протяжении последних лет не вкладывали, скажем, средства в развитие и в открытие новых мастер-рождений. То есть на георазведку мы не финансировали, а вместо этого добивали все, что мы видим. Ну, на бюджете семьи ведь тоже так бывает иногда, да? Сначала долго накапливали, а потом наступает период какой-то неудачный, и они все же накопили и проедали. Так что, в принципе, то, что ты рассказываешь, является чем-то необычным. Нет, это он пересказывал. Я понимаю, что... То, что я и говорю... Да, действительно, чем-то, потому что все, что сказано, как-то реально знакомо. Да. Тысячу раз пересказано разными людьми в разных жанрах. Извините, меня вот поразило в его выступлении, что почему-то докладчик, значит, все, вот я просто вышел через два часа, думаю, и что такое. И я услышал, что и вот эта, вот эта система, значит, паразитического потребления, он назвал этой системой жертвоприношения мужского народа. Да. Почему жертвоприношения? Потому что он хотел увидеть позитив в негативе. Такое бывает. Значит, господа, теперь посмотрим на эту точку, на эту позицию с нескольких сторон. Ну, первая точка зрения. Она состоит, ну, вот что, так сложилось. Ну, вот у нас так сложилось, что победили определенного силы, определенные круги, что мы занимаемся такой мародерством, нажито предыдущими поколениями. Ну, все здесь. Не мародерством, а потреблением. Ну, но я не уверен. Скорее, мародерством. Ну, не почему мародерство. Мы накопили это, мы накопили, мы и стратили. Маши… Обычное потребление… в обычной стране, оно не мародируется, но когда употребление сверх того, что положено на употребление. Когда, грубо говоря, целое поколение, скажем, занималось, несколько поколений, занималось, скажем, производством дорогостоящего и сложного металлообрабатывающего инструмента. И после этого этот обрабатывающий инструмент хранился на каких складах. А потом пришла группа молодчиков, и этот склад разграбила. Продала этот инструмент за 3-4 копейки, которые остальные перекупщики продали за 10 копеек уже. Это называется не потребление того, что произвело предыдущее поколение, это называется мародерством. Не, ну, слова ты можешь какие угодно представить. Конечно, слова можно придумать, какие угодно. Наверное, в Германии, наверное, были периоды, когда заводы за копейки продавали. И в Америке наверняка есть банкроты, где завод отдают просто так, лишь бы там, как бы, ну, например, сейчас взять Детройт, да, там, просто, можно просто бесплатно там взять. Если сейчас, или 10, то, наверное. Это, я не вижу в этом ничего особенного. И так работает экономика. Иногда она работает там способом, что вроде неразумно распоряжается со средствами, на которые очень много вложено. Ну, таково уж устройство экономики. Ребята, еще раз говорю. Капиталистически, прежде всего. Воровство не является разновидностью торговли. Согласен? Что такое воровство? Если люди не продают, а другие покупают, в чем ты видишь воровство? В чем воровство состоит? Понимаешь, воровство – это понятие этики. В экономике воровства не бывает. Если в экономике люди спокойно передают... Ну, вот ребята так же и рассуждают, что в экономике воровства и мрадерства не бывает. Почему не бывает? Украсть это взять без спроса. И все, и что тут говорить? Нет, ну кому принадлежала советская собственность, когда наступили времена... Подожди, если Советский Союз развалился, кому принадлежала Советская собственность? Она просто валялась в грязи. Почему? Она не валялась. Александр! Не валялась она. Она валялась ей это... Дайте сказать. Я понимаю, что для вас это все так вот супер важно. Но вы какие-то... Имейте совесть. Она валялась. Тот, кто был мудрее, ее подобрал. Всегда так бывает. Я понимаю, был здесь существенный момент в том, что все-таки это было не капиталистическое производство и капиталистическое потребление. Если капиталист занимается амортизацией, то он заботится, пускай это не о своей стране, но заботится о своих детях, чтобы им осталось что-то. То есть вот это существенная разница. Либо я потребляю все, граблю. То есть есть вот, скажем, та часть, которая я могу как прибыль занять и потребить, и это не ограбление. Если я забираю больше, это ограбление. Нет, есть вопрос. Это у Маркса очень хорошо, как-то ярко описан. Это период первоначального накопления. И все преступления всех капиталистов, они как раз содержатся в этом периоде первоначального накопления. Потом, конечно, они становятся законопослушными, они там соблюдают законы, соблюдают всю эту разумность, вкладывают средства. Это все понятно. Но в период первоначального накопления есть действительно грабеж, вот этот вот воровство, как вы его называете, и все остальное. Это как бы для капитализма нормально. А это у нас был период первоначального накопления. У нас не был капитализма, и начался период первоначального накопления. Только он еще при Советском Союзе начался. Если помните, цикровики были, всякого рода там. Это не похож на. Все эспекулянты и прочее. Пулах, можно я возражу вам? Извините, что я перебил. Когда вот собственность лежала, я имею в виду в том, что был принят принцип разделения по тем же союзным республикам в Громисах. Что вот осталось на нашей территории, я глобально имел в виду, поэтому я вас перебил все. То осталось на территории. Вот остались там какие-то сверхбольшие самолеты на территории этой республики. Они остались. А комплектующие базы осталось на другой. Вот так разделили. А насчет первоначального накопления капитала, я считаю, что вот это сравнение ситуации Советского Союза перехода высокоразвитой страны, значит смена организационно-правовой формы собственности, сравнивая с первоначальным накоплением капитала, это некорректно. Если бы мы находились 200 лет тому назад или 300, и у нас действительно было переход от мануфактуры, это с собой и так далее, а у нас был высочайший уровень развития производства. И поэтому по смыслу употребление слова первоначальное накопление капитала, это оправдание того, что это было первоначальное накопление капитала. Можно я закончу? Я хочу сказать, что это как раз является демагогическими утверждениями. Я против этого. Вы против? Все. Так сразу только подняли, я против. И все. Зачем много говорить слов? Я вижу, что эти лишние слова говорят для того, чтобы объяснить вот типа Блату... Вам, Александр, не кажется, что вы много места занимаете? Вы как бы кратко говорите. Говорите кратко, я против. Я не считаю это первоначальный момент. Я говорю кратко, я объясню наоборот, говорю сейчас специально не кратко, что это очень важный момент идеологической обработки населения. Нет, у нас не было этого периода на первоначальном накоплении капитала. Нельзя сравнивать Советский Союз 1990-го года с другими странами. Хорошо. А почему? Моя точка зрения. Это термин, да. Это священно ваша точка зрения, поскольку принято все же использовать этот термин. Но если вам этот термин не нравится, как первоначальное накопление, может быть, там, первоначальная трансформация капитала, да? А мне не нравится слово капитала. Капитала не было. Вы поймите, что он появился, не появился, не появился. Потому что яхта Абрамовича, припаркованная в Лондоне, не является капиталом. Понятно? Безусловно, да. Домно. В некотором смысле. Домно в Череповце капиталом является, а яхта Абрамовича не является. Поэтому произошло... То есть финансовый капитал, как бы это не капитал? Если это просто некие средства, вожащиеся на счету, на счету, где-то там еще, то они не являются капиталом. По крайней мере, они уж точно не являются российским капиталом. Ну, так это не важно, каким. Вообще-то мы же в эпоху глобализации, да? Да. И как бы о финансовом капитализме и его преимущество. Говорил еще дедушка Ленин, а мы живем более чем через 100 лет, да. И через 100 лет после его статьи, да. Да, и тем не менее, у нас происходил процесс прямо противоположный. То есть происходило растрачивание капитала на переведение на форму какого-то потребления. Трансформация капитала... Не трансформация. Из железа не в бумажке, а в наиболее ликвидную форму капитал. Трансформация, слово, да? Не капитала, не капитал. Ну, это каким образом происходит? Да, именно капитал. Ну, капитал это то, что приносит прибыль. Ну, так вот, зачем мне вкладывать... Это неправда. Это не надо придумывать. Сразу тут же какие-то... Ну, самое элементарное... Зачем мне в 90-х годах было вкладывать в производство чего-то? Более того, даже платить за оплату на восстановление рабочей силы, если вот эти денежки, которые мне, в том числе по госзаказам там из министерства шли, я вкладываю сразу же через свою бухгалтерию на покупку ГКО, да, и получаю гораздо больше процентов, да, чем я мог бы рассчитывать получить. Элементарная капиталистическая логика и ничего больше. Нет, это не капитал. Финансовый капитал приносит, приносил в это время, в течение последних, как минимум, 30 лет, гораздо большую прибыль, чем производство. Вот и все. И вся логика. Он и сейчас приносит. Это ограбление страны. То, что вы назвали, это... Это другой лопат. Ограбление, это потому что финансовая система России, она практически не самостоятельная. Она вписана на 99% глобальность. Ну, хорошо. Нет, я хотел, кстати, продолжить мысль Александра. Она состоит в следующем. Действительно, ведь на самом деле сейчас существует глобальная проблема, что основные прибыли сейчас, они наблюдаются как бы при вращении финансового капитала, да, а не производственного капитала, да, если так можно говорить, промышленного капитала. Действительно, как бы, произошел некого рода перекос, да, в сторону финансового. И, возможно, просто то, что происходит в нашей стране, это просто частный пример этого перекоса. Вот и все. Конечно, и поэтому эффективный менеджер в России в 90-х и 2000-х, это кто? Это тот, который железками, были завалены склады российских заводов, да, вся те территории, вот я помню, там, ходил на, бывал, и даже работал на заводе Светланы. Это жуть, что такое, жуть. Чего там только не было. А сейчас с ней вот честненько. Все железки, они вылечили. Финансовый сервис, не даром у нас банков, сколько у нас там банков, у нас в никаком государстве нет так много банков, как у нас. А пионеры там металлолом собирали, а бумагу собирали, а что только не собирали, да? И тратили, между прочим, трудовые ресурсы. Да, дадим. Тут вопрос, еще одно возражение, состоящее в том, что, возможно, это просто проявление некого перекоса, в котором основная применение получается в финансовом капитале, а в капитале промышленном как бы там только остаются какие-то остатки маленьких. Ну, в общем, поехали. И вопрос, что это в том, чтобы перевести, у нас же в основном был промышленный капитал в Советском Союзе, перевести промышленный капитал как бы в финансовую сферу. Для этого надо было из него деньги изъять. То есть, Сережа считает, что сдача высокоточного станка на металлолом это перевод этого промышленного капитала Я тебе уверяю, что высокоточный Высокоточный станок ничего не стоит, и сдача его металлолома тем более ничего не стоит. Я вообще этим занимался. Есть предположение, что сдача в металлолом станке имеет прагматический смысл, то никакого тут смысла нет. Просто, когда продавали люди станки, они продавали как станки, не металловом. Если кто-то продавал как металлолом то это просто прямая диверсия. Тем не менее, подавляющее большинство станков в нашей стране было продано как металлолом. Это неправда, это неправда, к сожалению, это правда. Но это вы так думаете, на самом деле это неправда. Да мы не думаем, это статистика. А хоть на верю, весь вопрос в том, во что были вложены вот эти деньги, которые были приумножены на финансовом рынке, а полученные изначально от продажи металлолома. Если они были, допустим, вложены в разработку 3D принтеров, которые там в скором времени, как говорят, заменим все там это станкостроение, то и ради бога, это промышленная революция. Весь ужас заключается в том, что финансовая система наша не самостоятельная, и поэтому все издержки, которые мы имеем, мы имеем исключительно из-за этого. Исключительно из-за этого. Я вот тоже как бы сказал с точки зрения, наверное, просто были такие условия, как вентиляция. Ну ладно, поехали дальше. Значит, смотрите, дальше мы смотрим на эту ситуацию следующим образом. Ну первое, то, что нам предложил Евгений. Он предложил нам то, что занимались русские, это занимание так называемой потлачь. Потлачь, это описано в основном французскими и американскими этнографами, явление у индейцев в Северной Америке. В чем оно происходило? Происходило в том, что по случаю какого-то большого праздника кто-то долго и напряженным трудом работавший начинает делать раздачу собственного имущества. Не только его раздает, но большую часть его уничтожает. Например, рыбацкие лодки, которых, ну там, десяток, скажем, они разбиваются публично. И тот человек, который устроил самый знаменитый потлач, то есть больше всего народу накормил, и больше всего народу, и больше всего уничтожил собственности, тот считается наиболее славным человеком. С этой точки зрения Евгений нам предлагает посмотреть на эту ситуацию, что есть некая русская коллективная бессознательная, или эгрегор, в другой терминологии, которая устроила не что иное, как некий потлач. То есть оно устроило некий такой арт жертвоприношения. Евгений полагает, посмотрев на эту ситуацию, что потлачь это не просто глупость североамериканских индейцев, а имеет некий собственный смысл. Что те, кто устроил потлачь, то к нему все в конце концов вернется. Здесь я с Евгением не согласен. Потлачь это просто потлачь. То, что разрушается, это надо понимать. Иногда интерпретируют эти обычаи североамериканские геевцы как способ накопления. Что человек раздаст всем много-много-много всего, и потом эти люди ему когда-то что-то вернут. В большем-большем крате. Евгений нам предлагает посмотреть на известную сказку про зайчика и его зайчат. Что идет, у него зайчата голодают, пошел зайчик. Четыре сыночка и лапочка дочка. Да, пошел заяц, взял мешок яблок, тащит-тащит, а все у него просят-просят, и ежик просит, и мишка просит, и лисичка просит. Он всем яблочки отдал, а у него ничего нет. И он весь такой грустный, туда возвращается, всем без всего. В это время ежик грибочков принес, медведь метку навалил в бочонок, что-то еще. Это на самом деле, на мой взгляд, совершенно не подлочь. Это так, это вложение, так как вот на ненавистной западной Украине, когда происходит ситуация, праздник большой, закалывают свинью. Они же съесть это сразу не могут, и они раздают по соседним хатам. А поскольку свинья большая, то таких хат очень много, на своем краю этого дерева. А потом возникает наоборот, прямо противоположная ситуация. У этих свинина нет, а тут соседи закалывают свинью. Они им тоже отдариваются. И вот это вот такая западноукраинская штука, которая не имеет никакого отношения к подлочкам. И этим этот ежик-зайчик поступил как типично западноукраинец. А не североамериканский индейец, который должен был бы все это раздать. Но там пораньше есть же, но если ты делаешь добро, то тебе оно возвращается. Да. А здесь состоит в том, что ты большую часть не делаешь ни как кому дабло, а собираешь весь народ, цикатываешь им праздник, и средство собственного производства, то есть капитал, а лодка для североамериканского индейца там на островах является капиталом, она просто-напросто публично уничтожается. И не одна лодка уничтожается, две, три. После этого индейцы обещают всем отдать по лодке, они дарят ему еще лодки, и он эти лодки тоже опять уничтожает. И молва об этом потлаче происходит по всем. Долго люди действительно вспоминают, тут был такой потлач, было такое количество мехов, скажем, или лодок сожжено. Это вот так это было здорово сделано. Если мы действительно посмотрим на русское коллективное, бессознательное, мыслящее какими-то такими странными категориями, такое вот архаичное, то Евгений нам предлагает посмотреть на эту самую ситуацию как просто на потлач. Он считает, что это рационально. Он считает, что вот это самое... Не рационально, он имеет в виду, что... Он-то как раз считает, что это рационально. Он считает, что за этим рациональным действием скрывается рациональный мотив, как у зайчика. Я тоже так понял. Подожди, как может быть у народа рациональный мотив все уничтожить? Я понимаю, как у одного человека может быть такое рациональное? Нет, прошу прощения. Он смотрит на эту самую ситуацию. И рациональную, как рациональность. На самом деле, я так могу просто со своей стороны сказать, что у нас есть какое-то явление. Вот та катастрофа, которую мы пережили, как то, что произошло в нашем государстве. Можно, конечно же, интерпретировать ее позитивно. Что на самом деле у нас было намерение, и мы осуществили потлачь, не потлачь, не важно что. Но что это мы сами решили и сами сделали. Это один момент. А другой момент этого случилось с нами. Мы здесь жертвы. Просто Евгений не хочет быть жертвой. Он хочет быть... Да, поэтому он придумывает ситуацию потлача. Что это, как бы, за этим скрывалось некий... Имело некий смысл. Ну, авторскую почту давайте послушаем. В чем смысл-то? Да. Значит, вот это, значит, ситуация. То есть, с точки зрения Евгения, например, что самое худшее, что не может выполнить другое племя, это оно не может отдариться. Тогда оно должно будет отдать себя, в том числе и рабам. И стать рабами первого, те, которым поруч устроили. Вот. Я хочу заметить, что подобная позиция имеет место быть, но она выглядит совершенно странно. В самом деле, уже говорю, что за потлача вскрывается, на мой взгляд, простое разрушение. Ни в коем случае не то, что перед тобой люди отдариваются, перед тобой оказываются кто-то там в долгу, и потом тебе эти долги возвращают, как мельведь приносит, за яблоко приносит ведро мёда, да, бочонок мёда. Мне дело стоит не в том самом эквивалентном отделе. Но концепция вот такого внутреннего, бессознательного, сознательного каждого народа, она имеет право на существование. Какие эти вещи? Ну, в частности, утверждается, что Юнг, занимаясь работой с немцами в 30-40-х годах, обнаружила у всех, в том числе и у антифашистов, некий стандарт Великой Германии. То есть той самой Великой Германии, которая должна доминировать над всем миром, и тем не менее это заключено, по своей точки зрения, в самом немецкости немцев. Подобного рода есть. Потому что немецкую школу придумали, знаменитую немецкую школу придумали немцы. Да. И немецкий учитель, там это как называется, поигрывал воины. Да. Это не подсознание, а сгубо в сознании. Вот то, о чём я говорю, извини, что я не фиговаю, мне кажется, это нормальная думание. Это вот та самая картина мира, которая запечатлевается с детства. Это не подсознание, на мой взгляд. Это как раз это знаковая система. Ну вот посмотрим, давайте, раз, об этом речь пошла, какие точки зрения на это можно посмотреть, если мы действительно об этом говорим. Ну, первая позиция, о которой рассказал Склонену, благодаря Александру Сергеевичу, надо сказать вначале, что подобного рода так называемая коллективная бессознательность совсем не является коллективным бессознательным, а есть нечто, что заключено в языке. В сути немецкого языка было заключено представление Великой Германии, доминируя над всем миром. В сути русского языка заключено нечто другое. Это значит рациональная концепция, что язык живёт своей жизнью, и поскольку мы напряжим некому языковому пространству, он как бы давлеет над нами, обладает некой определённой обладательностью. Ну, такая часть. Ну, хорошо. Есть же более... Нет, ну, язык понимаемый не в лингвистическом смысле, а в таком глобальном культурном. Да, 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 скорее культурном неком контексте. Вторая точка зрения, что есть некое коллективное бессознательное, что у тебя есть некоторые установки и штампы, которые находятся в твоём бессознательном, и только иногда проговариваются и вносятся в район сознания. С этой позиции Гитлер, никто и гной, как медиум, который высказал собой, выразил собой коллективное бессознательное немецкой нации. Именно поэтому он стал пороком темно-либо еще. Мы тут с Женей в кулар разошлись, он полагает, что Путин в настоящий момент высказывает коллективное бессознательное, а русского народа настоящий выражает. Поэтому фигура вполне назначенная Гитлеру по своему владению. Ну, это натяжка, потому что дня два назад я разговаривал с девочкой в Германии, которая утверждает то же самое про ангелу Меркель, число настоящего ангела Меркель, выражает коллективное бессознательное немецкого народа на сегодняшний день. А я бы сказал, что любой хороший политик должен выражать интересы народа, уж не знаем, бессознательный или сознательный, это не важно. Так что в этом, что ты говоришь, опять же, просто тривиальная мысль. Да, это, значит... Тривиальная, но она замылена самим термином «бессознательная». Если мы обратимся к вопросу о сознании, что это такое, что такое бессознание, бессознательное, да, мы в конце концов упрямься в тупик. На мой взгляд, там все достаточно, это все можно расчистить. Бессознательное – это некий культурологический и достаточно бессмыслный термин, на мой взгляд, нынче. Все, это моя реванка. Хорошо. Третий подход, который утверждает, что есть такое понятие эгрегора. Например, есть некая такая сущность, или духовная поляка существует над всеми русскими, которая называется русским национальным эгрегором. Он истюнился у каждого народа. Оно взятое из Библии, потому что и эгрегор часто понимался как просто дух или как народа, как суть народа. В чем он отличается концепция бессознательного и от концепции языка? А в том, что часто ему приписывают условия его разумности. Некоторые говорят, что он разумен чрезвычайно, то есть разумен гораздо более определенного рода человек. То есть он делает определенного рода взаимополучения, у него есть некая тактика борьбы, взаимодействия с остальными эгрегорами или что-либо еще. Это его концепция. Другая концепция стоит, что вряд ли он хоть сколько-то разумен. Я это предлагаю сегодня обсудить. Я адресую к этому примеру из Борхиса, где он считает, что к нему появился некоторый сон. Им приснилось, что к нему прошли древние боги. Все начали радоваться и делать им определенного рода подношения. А потом вдруг все поняли, что эти боги очень глупы, что вряд ли они могут, даже владеют языком хоть сколько-то. Это когда каждый взял по здоровенному эволюеру, пишет бог с удовольствием, пристрелили этих богов. Вот насколько разумен вот этот самый эгрегор. Некоторые, например, полагают, что, например, у немцев есть, за них отвечает определенный эгрегор, у британцев есть, у кого-либо еще, а русских эгрегор как нет. Потому что русские, это есть ничто иное, как способ осуществования некой евразийской равнины. Способ исторический. Вот таким способом. Нет, он нормальный. Евразийская равнина. Я не могу при этом прилюдно себя высечь. Ну так, у русских ничего нет и высечь тоже все. А если ты обратишь минуту? Не, но уже рассказывай. Если я... Это уже от себя. Это уже от первого лица пошло? Я хочу заметить, что на самом деле, что позиция, быть может, что этот способ исторического существования громадных пространств, евразийских, русских, вот это, это гораздо более приятное ощущение для русских, чем то, что сказать, что у них был брик-регор. Согласись. То есть я русским делаю на самом деле комплимент. То есть они превращаются в нечто большее, чем обычная нация в этом смысле. Ты знаешь, тот, кто претендует на превосходство, должен ожидать того, что его втаптают зелье. Это постоянно происходит с евреями, да? Они претендуют на превосходство и их постоянно втаптают зелье. Нет, ну в этом что-то есть. А во всем сказанном вот сейчас Игорем, как-то вот зерно истины, оно есть. Более того, я бы сказал, что все три концепта перечисленных, на самом деле это один и тот же концепт, то, что называется языком, в кавычках, ну или язык с большой буквы, то, что есть, называется бессознательным, это называется эгрегор, разумный, да? Вот как бы это вроде, со мной стороны, противопоставление, бессознательное, да, и разумный эгрегор, а на самом деле это все об одном и том же. Насколько можно язык назвать, считать бессознательным, наше говорение, насколько оно есть бессознательное, и в то же время, насколько оно есть разумное, да? Вот это все об одном и том же. Это язык с большой буквы. Так вот, знаковые системы, картина мира. Да, вот я хочу заметить следующий вопрос, который единственное сегодня, я слишком долго Евгений пересказывал, единственный вопрос, который сегодня состоит, это разумности вот этого самого эгрегора. Ну, мы с ним, как в частной беседе, с ним это затрагивали. Он мне указывал на то, что в начале 90-х годов появилась негая новая технология производства опечных труб, ну вот этих труб водоснабжения, этих труб, которая делала, на первый взгляд, оказалась, ну, значительно более дешевой эксплуатацией. И все очень быстро на нее перешли. Потом выяснилось, что ее особенность состоит в том, что она включает определенного рода включение в ткань трубы, и в результате они оказываются значительно более коррозионно нестойкими, чем обычные старые трубы. Поэтому он говорит, что если бы, скажем, перестройка с ее заменой труб наступила бы на 5 лет хуже, нам стало бы гораздо хуже. Почему? Потому что мы бы заменили бы на новые технологичные трубы, наши старые системы теплоснабжения, и они бы у нас еще через 5 полностью начали в всей стране рваться. А те старые, замечательные советские трубы, которые были положены в 70-х и 80-х годах, на самом деле обладают высоким временем этого эксплуатации, очень высоким. Поэтому он и высказывает предположения, насколько вот этот самый Грегор разумен. Такое впечатление получилось, что перестройка была начата именно тогда, когда она должна была быть. Если бы она казалась быть позже, последствия были гораздо бы хуже. Я, с другой стороны, тоже замечал такую ситуацию, что перестройка началась именно тогда, когда научно-технический прогресс, и Женя тоже это понимает отлично, взял определенного рода паузу. Ведь у нас все происходит путем революции. Хоп, тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц, плата, потом революция. И так получилось, что конец 80-х и 90-х годах, это так, что научно-технический прогресс, то есть новые технологии во всем мире, взяли большую грандиозную паузу. Она запоздала. Вот сейчас эта пауза как бы заканчивается, и речь идет о новой, как бы сейчас, смене парадигмы. То есть получается, что и Грегор, вот этот самый, оказался в состоянии спрогнозировать или провести некоторые разумные вещи, и начать перестройку и обновление на своем одном шестой части земной суши, которую он контролирует. Тем самым, согласно некой тактике и стратегии, которая в первую очередь выглядит как разумной. Я это и предлагаю обсудить. Насколько мы можем говорить, если бы это было просто коллективное и бессознательное, сейчас минуту, коллективное и бессознательное, то разумности вряд ли пришлось бы говорить. Но можно сказать, что русским в этот момент просто повезло, им часто повезло в своей истории. И пристройка именно началась тогда, когда она должна была произойти, потому что могло бы им не повезти. Тогда бы они проиграли бы все и без конца. А с другой стороны, насколько Борхис прав, что боги вряд ли могут иметь говорить, приможет, что этот эгрегор разумен чрезвычайно. Как ни странно, я согласен с этим. Что он разумен? Нет, я сказал, что язык бессознательный эгрегор в этом предложении, эти концепты, это об одном. Это они, безусловно, об одном, но разные точки зрения, потому что сами говорим... Я бы не сказал, что это разные точки зрения. Поскольку ни одна изложений, тоже, по крайней мере, в этом предложении, но на самом деле и по существу. она недодумана, непродумана. Просто вот кому-то удобнее говорить так. Это не есть другая точка зрения принципиально. На самом деле об одном. Это одна точка зрения, просто в разном изложении. Наричие некого над-индивидуального субъекта. Нет. То, что я называю, это язык в большую букву. Субъект, значит, значит, молнию субъекта. Остается вопрос о разумности, да? Вопрос о разумности, прежде всего вопрос о субъектности. И да, естественно. И вот возникает вопрос тогда. Самым главным, мы переходим. Язык, это что? Это вот нечто такое внешнее, независимо от нашего рационального разума. Или языком-то, благодаря языку, мы и думаем. Только. Так вот, я сторонник на второй позиции. И поэтому, естественно, язык разумен. И вот тут язык в большую букву. Но не настолько же. Когда он приходит в своем развитии, к некому рубежу, а рубеж безусловен был на рубеже 80-90-х, вот и происходит перестройка. Что значит перестройка? Вот он восплоняет себя язык или вор, или бессознательное. Понимаете? А почему? Вопрос, почему он пришел в ту пику. А потому что картина мира, то есть язык, возбольшую букву, может заменить на картину мира. Поскольку мы рациональные люди. И для нас очень важны знаки. Или система знака. Логика этих знаков. Объяснительная логика. Так вот, советское общество, это было самое рациональное общество. Мы на дорожку модерна вступили, как я говорю, позже всех, но позже многих европейцев. А пробежали ее быстрее всех. В силу ряда причин. Советский Союз к 80-м годам был самая рациональная страна. Рационалистическая. И вот именно благодаря этому мы вдруг общество осознало, что это тупик. тупик. Вот эта рационалистическая картина мира, которая складывалась у советских людей, она была создана как тупиковая. речь идет не о том, почему эта перестройка произошла так вовремя. Она взялась в паузу в тупик. Можно я добавлю со своей стороны? Мне всегда прежде всего прикалывает, когда атеисты пытаются объяснить какие-нибудь случайности, они всегда, то есть богу, конечно, они не верят, но всегда находят какие-нибудь там игры, а еще какие-то другие ужасы. А православные, то, что ты говоришь, объясняют следующим образом. Россия находится под покровом Богородицы. Естественным образом все не случайно. И революция, как наказание своего рода Божие, и выход из этой революции, и все события, которые происходят, все по проведению Божьему происходит. Почему тебе такая интерпретация не нравится? Почему надо обязательно придумывать? В этой интерпретации есть один большой вопрос о выделенности народа. Бог-то один. Почему он... Ну, понятно, когда я искал народу свой. Да, потому что у них Оханки Мехиил, у других Гавриил, у нас лично Богородицы. А, то есть вот так и так. Для них? Почему? И Богородицы и другие народы тоже ведут, в частности, и наши? Почему нет? Нет, просто сам факт состоит, что вот когда мы... Вы думаете, что если вы называете слово «Игрегор», что-то объясняется? А мне кажется, ничего не объясняется. Четвертый концепт вести Богородицу, но это будет все равно об одном и том. Ну, все равно об одном и том. что можно было бы назвать самосознание народа, или сверхсознание. Почему этот «Игрегор» отличается? Потому что нет никакого «Игрегора», никакой субъектности у него нет. Просто мы действуем, когда мы действуем, наши действия, силу нашего взаимодействия, оказывается, можно в нем найти какое-то рациональное зерно. Оно случается только... можно посмотреть по-разному. С одной стороны, можно сказать, что мы действуем рационально, и что-то складывается в результате нашего действия. Либо наоборот, есть то, что руководит нашим действием и делает его рационально. Я вот и хотел сказать, что есть мы действуем рационально, и наши рациональные действия складываются в какую-то составляющую. То есть причинность ты помещаешь в индивидуальных действиях? Конечно, конечно. Каждый из нас действует. Но с другой стороны... Но вопрос мы сейчас ставим обратно. Да, я понимаю. Но с другой стороны, понятное дело, что каждый из нас рождается в обществе, воспитывают с этим обществом, впитывают интенции и интуиции этого общества. Естественно, он не приходит со стороны, со своими словами, у нас общий язык. Да, есть общий язык, общая культура, общее государство, пространство. Извини, я привык говорю, не есть общий язык в ряду других причин, а прежде всего, на первом месте, общий язык, с большой буквы. Попробуйте, так может быть, наверное, не имеет смысла, что первично, что вторично мы обсуждаем? Или вы хотите сказать, что для вас принципиально? Не важно, что это за разумность, но надо понять, обладает ли вот это в гене место, или кто-либо еще, как мы называем, свойствами разумности. То есть он, с точки зрения Евгения, может принимать такие сложные решения, как способ замены труб, небоснабжения во всей стране, это один разговор. Другой разговор, когда он что-то делает стихийно, и к этому не имеет никакого отношения. Ну, Игорь, это же есть какой-то древний анимизм. Древности, за каждым явлением природы, ветер подул, там, не знаю, гром прогремел, видели какой-то субъект, какой-то совершал. Но мы же не можем подобиться такого рода древним представлениям. Мы прекрасно понимаем, что есть составляющие, есть много сил, из этих сил складывается какая-то единая составляющая силы. Нету за этим никакого магизма, это просто так уж устроено. Он тоже говорит, что ты шаманишь, а было как бы, слышишь, секунду, слово скажу. Просто страна зашла в тупик, коммунизм не получался, надо было какие-то другие пути искать. Началась перестроенная. А что так удачно и так вовремя? Ну да, вот и в том примере. Случайность никто никогда не отменяет. И в том числе... Черт, удачный, черт, неудачный. Неудачный вовремя. Если бы страна продержалась еще 10 лет, было бы еще удачнее. Нет, получается, что нет. Но это неизвестно. Штаты бы рухнули. Да нет. Так если бы стоял Союз. Да нет, не рухнули. Почему они рухнули-то? Мне кажется, вот эти все рассуждения, удачные, неудачные, они неприменимы в истории. Вот если мы эту ситуацию, если мы этот факт определенного рода удачности будем игнорировать... Будем мистифицировать, то тогда, конечно... Или мы пытаемся с ним работать и обсуждать. Неубедительно, что удачный момент, а на 5 лет раньше, на 10 лет позже, это неудачно. Неубедительно. Я тоже согласен. Тем более там... Просто пытаешься мистифицировать. Ну вот он так. Тем более счастлив. Ну в том числе и трубы, в том числе. Почему товарищ именно за эти трубы уперся? Я понял, что вот это... Потому что это связано с его специальностью с работы. А, из-за этого? А, то есть это приложение к своей специальности. Да, он просто это хорошо знает. А, ну ясно. То есть, Игорь говорил, было бы все равно, что там миллионы людей погибнут, но то, что трубы сохранятся, это было важно. А почему же важно было, что трубы сохранятся? Ну откуда я знаю. Ну вот если слушать тебя, так Игорь говорит, подумал, какая ужаса. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Так я говорю, что не надо мистифицировать людей, на самом деле. Если мы держим это рационалистическое зрение, мы должны понимать, на самом деле, что есть многообразие сил. Расстановка сил в тот момент сложилась такая... Повезло? Нет. Было разрушенное государство. Ну случайно, случайно случилось, да. Это понятно, что как-то повезло. При чем здесь повезло? Ну в самом деле, в этом действительно есть определенного рода логика, потому что, согласитесь, что вот трудно отрицать, что и Грегор у северокорейцев и южнокорейцев как бы разный. Если он был один. Но тем не менее, у одних сложилась ситуация так, а у других принципиально другим образом. При едином большом языке. Да, при едином большом языке. Так в итоге, я не знаю, у вас и Грегор есть что ли просто? Есть буквально в смысле, как есть там отдельные предметы и субъекты? Ну ладно, мы это вопрос обсуждаем. Давайте мы будем слушать, если рациональный, и стоят на своей рациональной позиции. Это значит, давайте мы оттечем целую часть мира и будем обсуждать только о том, о чем мы можем рассуждать рационально. Похвальная постановка, но она, мне кажется, изначально как бы немножко ущербна, потому что нельзя же все понять рационально. Нет, может быть, все, конечно, рационально и непонятно, но это же не значит, что тебе по каждому поводу надо мистифицировать. А вот я типа удачно в магазин сходил, дешево купил там селедку. Значит, это мне помог какой-то игрой. Богородица. Нет, нет, нет. Когда речь о селедке идет, речь селедка, тогда только Богородица. Магазинный дух. Ну правильно. Так это у тебя надо слушать, что Богородица, что Дух. Какая разница? Игорь, просто смешно. Ты выглядишь смешно, понимаешь? Смешно. Помолиться ему, да, укупишь. Бога не веришь на самом деле, а ерунду какой-то, мистификацией занимаешься. Магазинный дух. Если помолишься ему, то покупки будут удачные. Да. А если не принесешь ему уже, то все. Поэтому всегда надо что-то такое делать. И самое интересное, все атеисты, конечно... Самое лучшее, это сжигать на спички кусочек кувину лапки. Нормально. Нет. Все атеисты, это нормально. Просто... Аначально? Все люди, ну как бы, кто задумывается, понимают, что мир нерационален, что есть какие-то вещи иррациональные, язык нерационален. Да. И поэтому есть два способа. Религия объяснить как-то что-то, свести концы с концами, либо какие-то другие пути. Вот можно и проявить. Да. И вот поэтому как бы так странно получается. Потому что наши-то сторонники коллективного бессознательного, которые отвечают за идеологию в администрации президента, они так как раз говорят о коллективном бессознательном. Что у нас каждый народ достойный мотой нас... Каждый народ достойный мотого правительства, которое его имеет. Вот. Именно так. Но тем не менее, мы смотрим эту разницу и видим, что корейцы один и тот же народ, но их имеют принципиально разные два вида правительства. Ну просто принципиально разные. Что отличает картину мира? Да. А чего же она у двух разных людей-то? У одного народа до двух разных частей она стала разной. А рационалисты бы были, смотрели... Как это случилось? Как так случилось? Почему такие артисты случилось? Воселение Кореи. Одни пошли в одну сторону, другие пошли... Вот. Одни нахватались у одних, другие нахватались у всех. Это очень-очень интересная позиция. Другое дело, это самое, механизм рецепции чужой картины мира. И почему, скажем, у американцев получилось с этой картиной мира, а у нас не очень. На это тоже есть, на мой взгляд, логичное, простое обоснование. Другое дело, когда все постепенно, естественным образом складывается и воспринимается, да, и складывается, имея в виду, картины мира, да, и другое дело, когда она не критически воспринимается, вот, почитали книжки, да, сколько они успели прочитать, что, больше там, в 80-е годы, там, книжек по экономике, экономик, да, на уровне учебников, да, никаких минимальных дискуссий, все, вот, пожалуйста, и всему на народу с экранов, телевизоров, что экономика держится на тех, кто спекулирует, там, сигаретами, это буквально слова Гайдара-мерзавца, да, как к какой-то там, где-то, давайте мы, все-таки с уважением возноситься, тем более, к похоже. Никакого уважения к мерзавцам быть не может, да? Ну, еще раз, непорректно вы видите. Тем более, ну, а для Саши, это, сколько я, кумеру, свечку ставить, ну, вы просто, наскоресенье. рациональная позиция стоит, что никакого такого нету, что Гитлер, не скорее, никакой не выразитель интересов. Почему выразитель интересов? Просто игр 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 никакого нету, но выразитель интересов есть. Но коллективной и бессознательной тоже нету? И бессознательная коллективная есть. Но только никакого игр 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 нет, который давит всех и подчиняет себя определенному руку, там, как демон своего рука. Да, вот это, да, это позиция, если или нет демона народа, ну, действительно, может быть, его и нет. Я, потому что, принимал участие у Переслегиных в играх Геостротек, да? Оно состояло в том, что мы пытаемся, играя, да, во что-то там, кто-то за Каддафи, кто-то за Америку, кто-то еще, по определенному роду правам, получается, в состоянии высказывать определенного рода точки зрения и прогнозировать будущее. Потому что на нас, типа, садится и Грегор на кого-то еще, кто-то что-то чувствует, что-либо еще. Уже к моменту игры по Израилю, это гибель Израиля была, так называя, не было полностью осознанно, что народ на самом деле никаких реальных сущностей не воспроизводит. Все, что он делает, это некие стереотипы, навязанные им средством массовой информации. Ну, например, я пытался к людям приставать, а как же там у нас в Израиле, хасиды, что там еще. Выяснилось, что не думают, что хасиды и ортодоксальные иудеи это одно и то же. Что такое, они совершенно не знают. И много-много всяких остальных родов примеров. Это показывает, что они находятся в рамках некого идеологического морока, больше никаких вещей нет. И то, что часто наши средства, наши правители принимают за выражение коллективного бессознательного, скорее всего, просто является выражением некоторого идеологического морока, который наводит на него телевизор, что-либо еще, и часть людей ко всему этому оказывается чрезвычайным образом подвержена. Вполне возможно, что и русского национального грега, как и русский как народа некой как ценности, их просто не существует. И действительно, нам с этими трупами... И с одной крайности другую перескать. Почему русского народа не существует? И существует культура, язык. И что-либо еще. Вот. Вот только что у нас была перед всеми пример, когда правители Грузии пытались отказаться от грузинскости в грузинах. Это им не до конца удалось, но их, конечно, движение по этому впечатляет. В каком плане? Ну, от грузинскости пытались отказаться. Ну, у нас кто такие грузины? Это высочайшая коррупция, всегда традиционная. наславившаяся это общество. Это примерно половина воров в законе, имеющие грузинское происхождение. И так далее, и так далее. И они объявили всем вот этим особенностям чрезвычайный бой и отчасти даже немножко победили в этом деле. до революции. в смысле, до власти Сталина вроде, наверное, такого не было, как национальная особенность грузинского народа. Ну, я думаю, что до Сталина не было грузин. Вы каждый раз скатываетесь с крайности. То, наоборот, игры есть, то народу теперь нет. Поэтому, как бы, вот это странным образом посмотреть. Вот эти две концепции, они противопостоят друг другу. То есть, концепция то, что у нас есть нечто над или под. Кто-то говорит язык, кто-то говорит коллективно-обеснательно. Между прочим, американцы, наслушавшись Юнга, решили, что это существует. И они провели такую специальную процедуру динафикации в Германии. В частности, на месте всех некоторых концлагерей были сделаны музеи, и каждый немец обязан был их посетить, услышать, узнать, осведомиться о всех этих ужасах и так далее. Насколько ему удалось это удачно сделать? Ну, наверное, удалось. Но, тем не менее, очень важно понимать, что под это дело было выделено мощное финансирование. То есть, вот эти, по крайней мере, концепции бессознательного, национального бессознательного или духа народа, они воспринимались людьми серьезно. На сегодняшний день бессознательного духа народа серьезно воспринимаются и идеологами администрации президента. Вот эта концепция, то, что Путин неуязвим, потому что он является вождем племени, осуществляющего самый большой потлач в истории, она имеет право на существование. Ну, с этой точки зрения, тогда какие могут быть действия? Ну, рациональные действия, надо латать трубы. Вот сейчас, Кургань, Тверь, следующий, после зимы, начнут размораживаться, будет всем очень плохо, надо деньги вкладывать. А с другой стороны, есть концепция, что Путин это вождь племени, который осуществляет самый большой потлач в истории, поэтому никакие нафиг трубы не надо лудить, дороги строить не надо, скажем, между Москвой и Петербургом, и всякие остальные вещи, а просто ждать, когда этот потлач примет еще более большие размеры, тогда Путин точно будет неуязвим. Поэтому из этого имеется определенного рода, я хочу сказать, что из этих двух разных позиций существует два принципиальных точки зрения. Я бы еще раз заметил одну яркую особенность эгрегориальной точки зрения. Быть может, эгрегор неразумен, а эгрегор существует тем способом, каким существуют сущности в концепции депоравленности Александра Балдачева. Просто вполне возможно, что 50-е и 2020-2030-е года для такой сложной сущности являются одним мгновением. И то, что нам кажется разнесенным во времени, для него является наличностью существует одновременно. И из этого он делает определенного рода выводы и осуществляет некую собственную жизнедеятельность, которая не имеет опять никакого отношения к разумности. Просто год 50-е, 2030-е для него один и тот же год. Вот такая вот еще концепция. Мистификатор-то, конечно, чем-то. Нет, это не мистификатор. Вполне. Это вот такой подход. Но для нас почему это важно? Потому что определенного рода люди и круги пытаются на этом деле сделать определенного вывода. Потому что, согласитесь, одно дело в той же самой Твери, откуда к нам Евгений приехал, заниматься ремонтом магистральных трубопроводов, снабжения. А второе, ждать, когда там под Москвой будет устроен еще один более грандиозный потлач. Потому что это будет именно потлач. Потому что никто никому ничего не поделит. А когда зимой у тебя рухнет теплоснабжение, поскольку он находится на одном берегу Волги, а город находится в основном на другом берегу, у тебя вылетит, лопнут все трубы в домах, у тебя прекратится водоснабжение, замерзнет канализация. И все это будет потом годами уже не восстановить, а народом массово поедет кто на дачу, кто сможет, а кто массово поедет в московское метро. Почему вы не думаете об апокалипсисе, придет Христос от одного нет, это очень важно. Нет, апокалипсис это точно важно. Я вообще считаю... Я просто к тому говорю, что твои разговоры они вот на этом уровне. Да, да, да. Бабушек на скамейке. Да, ты абсолютно не прав. Поэтому я хотел сказать, что вот этим людям из Твери нам бы прежде всего нужно поинтересоваться, что такое полочное на самом деле. Поскольку то, что к пересказам это, по-моему, маленькое отношение имеет. Пусть они задумываются, а как вот те реальные племена, которые практиковали этот образ жизни и обычаев, как они жили там? Плохо. Как они существовали? Плохо они жили. Они жили плохо, к сожалению. Это настолько, что после этого Потлыч был законодательным образом в Канаде запрещен. И до этого сдавали немаленький срок. Увидят, как Потлыча кто-нибудь делает? Слово же, всем срок. Несколько сотен лет прожили, да? Тем не менее. А на самом деле это была своеобразная, изощренная форма кредитования. Все-таки вы про зайчика с мешком яблок, да? Ну, конечно, да. Потому что это действительно архетип, да? Так они тоже думают, они же тоже думают, элемент был только, да? Они тоже думают, они тоже думают, что Потлыча это форма... Списание долгов, прежде всего, да? Форма кредитования. Или форма кредитования одновременно списания долгов. И еще самый важный элемент, да? Вот это вот все раздало. Это заставляло, ну, как бы, все лишнее и по новой работать, да? Это все нормально. Форма изъятия избыточного продукта, да? Для сохранения структуры существующего. По моему уничтожению. По моему уничтожению. То есть уничтожение по избыточному продукту для сохранения существующей формы отношений. социальных. Это логично, логично. Ну, это нелогично в смысле с точки зрения человека, но с точки зрения системы и тогда стоит говорить, что действительно есть некая над-индивидуальная сущность, которая внедряет в культуру вот такую форму самосохранения. Нет, опять же, отвечая на замещание Игоря, тут же вот Игорь пытается как бы с одной стороны крайности в другую прыгать. На самом деле, конечно же, есть отдельные действия отдельных людей складываются в некие результирующие действия. И фактически получается, когда народ выступает как некое нечто единое, как будто бы есть единый субъект этого народа и дух народа. Но только этот дух народа сам ничего не делает, пока отдельные люди, которые включены в этот народ, это не действует. Как только люди начинают действовать, начинают действовать то, что можно назвать о директором организме действуют и только поэтому организм существует и отдельная клетка не подчиняется организме. Да, именно так. То есть люди живут своей жизнью, и Глебер живет своей жизнью, если он есть. Но при этом мы понимаем, что живая клетка есть живая клетка, а есть еще некий разум у человека, который каким-то образом свыше стоит над жизнью клетки. свыше стоит. Это субъект? И никаким... Есть клетка субъект. Все правильно, и действие... Почему-то мы отказываем субъекту надчеловеческому? Вот надклеточному субъекту. Мы не отказываем ему просто для нас, для клеток и такая вещь непознаваемая... А, это другой вопрос. Это не другой вопрос. Нет, вопрос есть или нет. То есть можно сказать, что над клетками ничего нет. Мы только можем судить о том, что результирующие действия отдельных клеток, они приводят к определенному роду... Во-первых, образуется некая система, а во-вторых, что-то случается с ними. Говорить о том, что на самом деле есть надклеточное единство, мы просто из этого сделать никому-то никакого такого не можем. Почему? Есть оно или нет? Но я имею в виду в том смысле, как вы говорите, что есть субъект, который действует как бы сверхотеклеток. Здесь вопрос же, и вам возвращается к разумности, я, наверное, правильно ее ставил вопрос, что субъект человеческий организм, он не сверхживой. Вот как мы говорим, там сверхразум. Он вообще не живой этот субъект, наш разумный, а живые клетки. Поэтому также и оценивать, если мы думаем, что Грегор разумный, он не разумный, разумные мы. А он и не сверхразумный, а нечто другое совершенно, там другая система. Поэтому, если он есть, то он есть, это гипотезы. Потому что он не познавая, по этому мы не можем иметь, есть он или нет. Даже если мы предполагаем, мы не можем делать, о том, он так действует или иначе действует. Для нас это просто в принципе за пределами нашего возможности что-то, что-либо предполагать. Другое дело, что действительно есть результирующая составляющая всех наших действий, допустим, отдельного народа, отдельного государства. Никакая результирующая составляющая есть. Каждый на своем месте что-то делает, все это складывается в некое единое, а большое действие. Это все присутствует, действительно. Поэтому нет разницы друг с другом взгляда, что мы действуем вот именно так, только потому, что есть некий общий организм, и клетка действует именно так в этом организме. Не организм существует, потому что клетка вот так вот действует. А клетка, только возможно ее существование внутри организма, потому что есть общая система, и она вписана в эту систему. Вопрос только в том, что эта система, естественно, не простанкционная иерархическая, а темпорально иерархическая. То есть она как бы находится не то, что можно себе представить, мы как матрешки вписаны. То есть система есть. То и другое, верно, конечно. Даша, ну давайте, вы просто еще заканчиваете. Ничего нельзя сказать о том... Господа, еще раз в ходу разумности. Ну, легко, например, попытаться понять, вот есть представление, да, Кондратевский цикл, или что-либо еще. Ну вот мы знаем, что у нас крупнейших два... две гломерации северо-запада в России не связаны с собой шоссейной дорогой. То есть Архангельская 600 тысяч человек, и Санкт-Петербург 6 миллионов человек. Ну, конечно, с точки зрения развития обычной нормальной инфраструктуры, стоило бы начать эту дорогу строить. Вот. Берем, строим 700 километров всего. Фигня же, да, по каким-нибудь западной меркам. Мы ее нет. Вот. Теперь представьте себе, что вот эта Грегор или некая сущность обладает определенного рода интуицией, или разумностью, и она понимает, что в настоящий момент энергетические возможности человека, допустим, обладающего на порядок, возрастут, и у всех будут дешевые и доступные вертолеты. Вот. Это в русле моего замечания, почему там продали на металлолом. Да, да, да. И станки, и 3D-принтеры тоже. На 30 лет вперед. Да. Или вот, представьтесь, я постоянно слышу в последнее время, что где-то в Америке, где-то еще появились технологии прямого восстановления химического алюминия, из оксида алюминия. Не при том электрохимической реакции, как это сейчас происходит, и потребляют очень много электричества, а при помощи просто каких-то рода биореагентов. То есть это ферменты какие-то. Берут и восстанавливают этот алюминий. Тогда... Было безумно держать... Тогда... Амортизировать всю нашу алюминиевую промышленность. Зачем это нужно? Потому что появится технология, мы ее так и спишем. А теперь она как можно быстрее ее продать людям. Или вот с нефтью. Вот если я действительно окажусь прав по поводу холодного ядерного синтеза, и речь идет о промышленного рода установках, то тогда зачем поддерживать все эти гидроэлектростанции, все эти атомные реакторы, всякое это прочее. Самортизировать их быстрее. Они пока покупают, продать как тоже можно больше. Продашь как можно больше. Извини, я про дорогу-то не прослушал. А почему не строят дорогу? Не строят, потому что... Принципиально будет другая форма расселения народа. Расселение. Расселение. Но понятно, что понятие города... Передвижение. И передвижение задаст расселение. Потому что понятие города в нынешнем смысле, когда у нас дорога одна, и нам до центра города надо быстро на чем-то добраться. Поэтому мы живем в многоэтажных муравейниках. Есть понятие города. А совсем другая ситуация, если ты когда с места на место, можешь легко и дешево перелететь. За пять минут, полететь триста, четыреста. А вот мы говорили в 50-х, в 60-е годы. Да, и вот это сейчас... Умный, да. Нет, он действительно очень умный. Смотрит, что избыток ресурсов в западном мире, производства. Большой, очень. Куда все это направить? Вот целые просторы России. То есть мы потребляем, обеспечиваем их производство. А наши производства не нужны никому. А наши производства нужно просто утилизировать... Да, да, да. Речь идет... Извини, да. Дерибаски приписывают такую статью знаменитую. Утилизация России называется. Я утверждаю, что это фантастика, что взяли настоящее интервью о Дерибаски. Не фантастика, фальшивка. А внизу, где именно про утилизацию России идет, это было уже приписано какими-то странами определенного рода людьми. Даже по стилю это видно. Так что вполне возможно, что сегодняшняя ситуация повсеместного мародерства это не столь трагическая ситуация. Речь идет действительно о закрытии старых... А канализация это как? Что вместо канализации будет? У тебя не будет такой схемы расселения в домах. Наша проблема, она состоит в том, что у тебя единая центральная... В конце концов, ты сам говоришь, в следующем году, в ближайшее время, как не будет. Там уже есть грибная яма? Да. Да, да. Личный дом, грибная яма, да. А почему, если администрация президента фото, если Эгригор наш настолько умный, то почему же они приняли решение наоборот изничтожать село и урбанизации, короче, потому что то, что это будет, это будет не селом, не деревней и не городом. Это будет ближе к городу, конечно. Но это как бы... Город, знаете, на что будет напоминать? Он будет... А нумерации. Да, он будет американские конурбации напоминать больше всего. Но без дорог. То есть американский перегор более крупнее, да? Да, американский вообще замечательный, да. А он будет напоминать американскую конурбацию, например, Сан-Франциско. Или какую-нибудь конурбацию. Конурбация отличается неглумерацией, потому что нет единого центра. Там три голода, в том числе Сан-Хосе, который больше Сан-Франциско. Вот такая. Или вот конурбация. Чтоб людей при этом погибли. Евгений говорит, что много очень, да. Но Григорьевна... Дорогу в Москва-Питер построить самое дело и вытянуть такую, понимаешь, на 600 километров. Да, да, да. Меж голодом. Вот мы фантастикой занимаемся, да. И вот вдоль, вдоль, скажем всего, этого свинья дорога не нужна. У тебя... Не нужна. Как раз нужна... Зачем? Ну, потому что и будет большой город в Москва-Питер. А зачем дорога? Как это? Если ты летаешь.